Приветствую всех зрителей канала Правильный Выбор! Если вы задумались о покупке нового смартфона, на который готовы потратить до 15 тысяч рублей, то вы по адресу. Я проанализировал множество смартфонов в данном ценовом сегменте и выбрал среди них 7 моделей, пользующихся большой популярностью и сейчас расскажу вам об их особенностях. Также я оставлю в описании ссылки на сайты, где вы сможете проверить актуальные цены на эти смартфоны и так не будем тратить время понапрасну. Устраивайтесь поудобнее, не забывайте про лайки и комментарии. А я начинаю! Отличным вариантом для покупки при бюджете в 15 тысяч рублей станет смартфон Xiaomi Redmi 10 в версии 2022 года с NFC на 4 гигабайта оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Среди его достоинств стоит отметить 6,5-дюймовый экран с хорошей цветопередачей, высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц, на котором будет комфортно смотреть различный контент долгое время без нагрузки для глаз. Также стоит отметить, что на экран смартфона наклеено стекло Gorilla Glass, защищающее его от царапин, так что вам не придется покупать к нему пленку или стекло. В плане производительности Redmi 10 радует быстрой работой интерфейса и приложений без логов и подвисаний. А что касается его фотовозможностей, то его 50-мегапиксельная основная камера при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта позволяет делать красивые снимки с высокой детализацией, а также записывать видео в Full HD разрешении. Из других особенностей этого смартфона стоит упомянуть быстрый сканер отпечатка пальца, наличие NFC, два динамика, обеспечивающие мощное и четкое звучание, а еще аккумулятор емкостью 5000 мАч, благодаря которому смартфон сможет обходиться целый день без подключения к розетке даже при активном использовании. А еще у Xiaomi Redmi 10 есть поддержка быстрой зарядки, поэтому на восстановление заряда его аккумулятора будет уходить немного времени. Еще один хороший вариант от Xiaomi стоимостью до 15 тысяч рублей смартфон Redmi 10C, который можно будет приобрести в конфигурации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Несмотря на схожее название, он довольно сильно отличается от предыдущего героя видео. Экран у Redmi 10C больше его диагональ составляет 6,71 дюйма. Правда разрешение составляет всего 1650 на 720 пикселей, но это нисколько не портит впечатление от просмотра и подолгу смотреть на нем различный контент очень комфортно. Что касается производительности Redmi 10C, то его сердцем является процессор Snapdragon 680, мощности которого вполне хватает для того, чтобы интерфейс и приложение работали быстро и не подвисали. Да и с нетребовательными играми такой смартфон тоже хорошо справляется. Что касается камер, то для своей стоимости Redmi 10C имеет неплохой 50-мегапиксельный основной сенсор, который днем и при хорошем освещении позволит делать красивые и детализированные снимки. Из других особенностей смартфона стоит отметить громкий динамик, возможность установки карт памяти объемом до 1 ТБ, сканер отпечатка пальца, который хорошо реагирует на прикосновение владельца и поддержку быстрой зарядки. Ну а что касается автономности Redmi 10C, то за счет аккумулятора емкостью 5000 мАч он сможет долго обходиться без подзарядки. Продолжает наш топ смартфон Realme C25s, доступный для покупки версии на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Он имеет большой и яркий экран с диагонали 6,5 дюймов, с хорошей цветопередачей. Сердцем этого смартфона является процессор Mediatek Helio G25, обеспечивающий ему хорошую производительность в повседневном использовании. Да и многие требовательные игрушки такой смартфон потянет и выдаст комфортные значения FPS, если выставить низкие или средние настройки. Что же касается фотовозможностей Realme C25s, то у него неплохая основная камера, получившая сенсор с разрешением 48 Мп. Днем и при хорошем освещении на такую камеру получаются качественные фото. Из других особенностей этого смартфона стоит отметить быстрый сканер отпечатка пальца, тройной лоток для одновременного пользования двумя симками и картой памяти, а также поддержку технологий быстрой зарядки. Ну а главным достоинством Realme C25s является его долгое время автономной работы, что обеспечивается благодаря батареей емкостью 6000 мАч. Плюс у смартфона есть режим суперэнергосбережения, который сможет существенно продлевать время работы без подзарядки. Так что если одним из ключевых критериев при выборе смартфона для вас является его автономность, то рекомендую обратить внимание на Realme C25s. А узнать актуальные цены на этот смартфон в различных интернет-магазинах вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые я оставил в описании под этим видео. Следующий герой нашего топа – Xiaomi Redmi Note 11. В пределах 15 тысяч рублей такой смартфон можно приобрести в версии на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Среди достоинств смартфона стоит отметить большой и яркий AMOLED-дисплей, который будет хорошо просматриваться даже на улице в солнечную погоду. Кроме того, дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц. Также данный смартфон может похвастаться 50-мегапиксельной основной камерой, которая делает снимки хорошего качества с высокой детализацией. А еще у него неплохая селфи-камера, есть NFC-чип, 2 мощных динамика и поддержка зарядки мощностью 33 Вт, что обеспечивает быстрое восстановление заряда батареи. Кстати, о батарее Redmi Note 11. Ее емкость составляет 5000 мАч, поэтому смартфон спокойно обходится без подзарядки целый день, даже если им активно пользоваться, играя в игры, пользуясь приложениями или смотря видео. Короче говоря, отличный смартфон в пределах 15 тысяч рублей, самолет-экрана. Далее в нашем топе идет смартфон Realme 8i, доступный для покупки в конфигурации на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Если места для файлов окажется недостаточно, то в такой смартфон можно будет установить карту памяти. При этом пользователям услуг сразу двух операторов связи не придется жертвовать местом под симку, так как смартфон имеет тройной лоток для сим-карты и карты памяти. Главным же достоинством Realme 8i можно назвать большой и яркий экран с поддержкой частоты обновления 120 Гц, который обеспечивает плавное отображение просматриваемого контента. Также смартфон может похвастаться хорошей производительностью, которую обеспечивает процессор Helio G96 от Mediatek и 50-мегапиксельной основной камерой, поддерживающей множество режимов и функций для различных сценариев съемки. Также стоит отметить 16-мегапиксельную фронтальную камеру с AI-бьютификацией, которая поможет делать красивые селфи-снимки. А еще смартфон поддерживает быструю зарядку и оснащен батареей емкостью 5000 мАч, поэтому он сможет долго обходиться без подключения к розетке или пауэрбанку. Продолжает наш топ Samsung Galaxy A23, который в пределах 15 тысяч рублей можно будет приобрести в версии на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В отличие от многих конкурентов с аналогичной ценой, этот смартфон оснащен камерой с оптической стабилизацией, что позволяет ему делать более качественные снимки по сравнению со многими смартфонами из того же ценового сегмента. Помимо этого, Galaxy A23 может похвастаться большим экраном с диагональю 6,6 дюйма и частотой обновления 90 Гц, быстрой работой интерфейса и приложений и поддержкой технологии быстрой зарядки. Да и с автономностью у него тоже все хорошо, батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает сутки активного пользования без подзарядки. Короче говоря, если вы любите фотографировать и готовы потратить на новый смартфон до 15 тысяч рублей, то Samsung Galaxy A23 станет отличным вариантом для покупки. Завершает наш топ Xiaomi Poco M4 Pro, который можно будет приобрести в версии 5G на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Среди особенностей этого смартфона хочется отметить большой IPS-экран с диагональю 6,6 дюйма, разрешением Full HD+, и хорошей цветопередачей, который отлично подойдет для просмотра различного контента. Также стоит отметить, что уже с завода на этот экран наклеено стекло Gorilla Glass, защищающее его от царапин. С производительностью у Poco M4 Pro 5G все хорошо. Интерфейс не тормозит, приложения запускаются и работают быстро, да и со многими популярными играми у смартфона не возникает проблем. Ну а что касается съемки, то для своего ценового сегмента смартфон выдает снимки очень хорошего качества на свою основную 50-мегапиксельную камеру. Из других особенностей стоит отметить два динамика, которые обеспечивают эффект полного погружения при прослушивании музыки или просмотре видео, а также наличие NFC-чипа, быстрый сканер отпечатка пальца и фронтальную камеру, которая позволяет делать красивые селфи-снимки. Ну а долгое время автономной работы этому смартфону обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч. А еще Poco M4 Pro 5G поддерживает зарядку мощностью 33 Вт, благодаря которой на полное восстановление аккумулятора уйдет менее 1 часа. На этом у меня сегодня все. Жмите палец вверх, если вам понравился данный топ. Пишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы купили себе. А также не забывайте подписываться и жать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых топов различных товаров. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале правильный выбор.